В условиях пандемии продолжают работу агропромышленные предприятия республики. Компания Мастер Прайм Березка обеспечивает жителей молочной продукцией. Предприятие с полным циклом производства от заготовки кормов до переработки молока ни на день не остановило производство. О работе агрохолдинга расскажет Галина Григорян. Коровы французской породы Монбильярд и на ферме в селении Хаталдон чувствуют себя прекрасно. Здесь более полутора тысяч голов. Здесь выгуливают телят в возрасте от 3 до 6 месяцев. За их здоровьем тщательно следят. На ушах каждого теленка есть специальная желтая бирка с информацией о животном. Каждый сезон им проводят вакцинацию и профилактику болезней. Здесь же на ферме производят кормовую базу. Все этапы производства продуктов проходят на самом предприятии. Благодаря этому оно продолжает работать в привычном режиме, несмотря на эпидемиологическую обстановку. У нас в комплексе только одна порода – Монбильярд. Это очень уникальная порода – коров. Среднесуточный удой у нас 25 литров. А в целости по комплексу увозим на свой же молозавод. Переработка у нас своя же – 9-10 тонн. 9-10 тонн молока еженевно? Да. Два вот таких молоковоза увозим каждый день. Молоко получают в стерильных условиях. За соблюдением санитарных норм строго следят. После молоко перерабатываете на собственном молокозаводе «Березка». Наша съемочная группа как раз успела к розливу йогурта. А всего компания выпускает несколько десятков наименований различных продуктов. По словам сотрудников, работать в условиях пандемии коронавируса стало сложнее. Но о покупателях не забыли. Несмотря на сложности, которые сейчас возникли перед каждым предприятием, мы также их имеем, поскольку сейчас идет заготовка кормовой базы, то есть начались полевые работы, которые сопряжены с большими затратами. Тем не менее, мы понизили цену на всю реализуемую продукцию в наших фирменных магазинах. Кроме того, предприятие, как и многие другие в Северной Осетии, помогает гражданам, пострадавшим от последствий пандемии. Нуждающимся семьям раздают продуктовые корзины. Галина Григорян, Сергей Гоглоев, Новости Осетии.